Доброго времени суток! С вами Сергей. Сегодня хочу вам показать, как я буду насаживать лопату. Это у меня уже заготовленный черенок. Черенок уже у меня в процессе производства. Начнем с того, что я никогда не тороплюсь в таких процессах. Я лучше сделаю подольше и будет служить на дольше. И принцип у меня я не я, если не сделаю на века. Начнем с чего? С заготовки. Прошлой осенью я вырубил в лесу рябину. Рябина крепкое дерево для черенков, для лопат. Она очень хорошо подходит. Единственное, тяжело найти, обратите внимание на черенок, очень тяжело найти ровную прямую рябину. Для крепкости еще подходит ива. Она будет легче. Но иву ровную, вы знаете, кто рыбаки, знают, как она на реке растет. Вот так вот кустами ровную иву очень тяжело найти. Я пока мне ровная ива не попалась. Я делаю лопаты из рябины. Вот, предусловие маленькое. Мне нужна лопата, я сажаю живую изгородь, чтобы рвать дернину. Для этого надо крепкая лопата с крепкой ручкой. И крепкая лопата, вот она у меня найдена в подвале. Это у меня восстановлено, вся отшкурена, покрашена. Тут усиленно проварено. Тут было просто загибы. Это самое. Что хорошего в этой лопате? Это лопата советская. ЛКО ГОСТ 3620-76. Цена 1 рубль 10 копеек. Вот эти лопаты я берегу, как зенитцовка. Они очень долго служат. Служат уже сколько. И восстанавливаю я. И они намного крепче. Это самое магазинных. Тут хорошее ребро. Сбоку дано жесткости. Здесь нигде ничего не трещин, ничего нет. В общем, это восстановленная лопата. Установимся еще маленечко на том моменте заготовки. Заготовку срубаете. Дальше. Не надо шкурить до ровного состояния, до дерева. Шкурить надо так, чтобы маленький слой кожуры остался на рукояти. На будущей рукояти. Это надо для того, чтобы избежать продольных трещин. Шкуру надо снимать, чтобы ничего не прело. Но до конца не надо снимать. Это самое. Надо, чтобы это вот на обрезанном черенке. Я примерно показываю, как это выглядит. Дело. Чтобы не образовалось продольных трещин. Дальше при помощи ножовки по металлу. У меня куплена насадка, алмазная струна для ножовки по металлу. Мы вот с Мишей сделали вот такую насечку. Насечка нам нужна для чего? Чтобы просто более удобная фиксация руки была. В перчатках, когда работаете. Это просто излишний зацеп. После этого процесса я сделал следующую процедуру. Уже наложено два слоя. Покрасил. Полностью покрасил черенок. Это у меня осталось трансмиссионное масло от коробки передач. Машину заливали. Осталось два слоя. Для чего я делаю, мажу трансмиссионным маслом? Если нет трансмиссионного масла, я использую еще олифа. Для чего олифа, так скажем, масло от дерева? Это надо для того, чтобы впоследствии краски или лака расход был уменьшился. Так как уже дерево впиталось промасленным. Вот у меня сделано уже два слоя промасленным трансмиссионным маслом. Это получается каждый слой высыхает где-то в течение 6 часов. И я наношу следующий слой. И сегодня я уже вот таким вот лаком, лак для бань и саун, я уже покрасил сам черенок в один слой лака. Сегодня наступил новый день. И вот я решил еще один слой лака нанести. Это уже лак янтарь. Уже обыкновенный стандартный лак. Я решил притемнить дерево. Сделать эстетичный внешний вид. Вот пазы мы, которые прорезали, я прошел ватным тампончиком по пазам зеленой краской. Чтобы прибывать им контрактность выделения. И сейчас еще пройду. Последний это будет слой лака. Лак цвет янтарь. Это будет уже пятый слой лака. И на этом лаковое покрытие закончится. Но краски еще ляжет один слой. Сейчас при помощи кернера Михаил Сергеевич выбивает свое имя и фамилию на лопате. Работа пересекла свою середину. Нижнюю часть черенка надо прокрасить. Я вот крашу. Обычно вот у меня мастика оставлена. И я прокрашиваю мастикой всегда. Она более, так скажем, подвержена гниению. Соприкасается с сырой землей. И ее можно еще лучше. Помним про правила. Я-не-я. Мое главное правило. Я-не-я, если не сделаю на века. Стоит еще добавить про мастику, что ее всю лопату красить не стоит. Потому что все-таки она на резиновой основе. И при солнце, потом при горячей погоде, особенно в жару, это будет все нагреваться и прилипать к рукам. Мастикой только надо мазать нижнюю часть черенка. Вот у нас все готово к сборке. Сейчас будем собирать уже саму лопату. Так, ее насаживаем. Рукоятка маленькая, конечно, кривовато. Но, в принципе, нам главное вот это соосно-прямая. Подносадили. И таким вот образом будем сейчас забивать. Так, еще чуть-чуть сейчас подзабьем. Сидит хорошо. Но мы еще будем забивать дальше. Где-нибудь постараемся вот до сюда забить. Если это пойдет. Нет, все. Она встала уже. И дальше, как я вижу, она идти никуда не собирается. Сейчас контрольно еще проверим. Да, все правильно. Теперь мы возьмем, заколотим гвозди в эту лопату. Я потихонечку от саморезов отказываюсь. Так как, ну вот у меня вот лопаты все вот эти места проварены. Лопаты, которые не проварены с этим швом, они потихонечку начинают саморез съедать, и он обламывается. По шляпку обламывается. И конец еще мешает. Его потом не пассатижами не вытащить. И лопата сама не слезает. У меня отрезаны гвозди, наверное сотка длина толстая, как раз по диаметру. Сейчас я засверлюсь, засверлюсь. Но засверлюсь я следующим образом. Можно засверлиться либо вот так, либо вот так, но друг к другу. Но друг к другу она трещину даст. Я засверлюсь вот так вот. Одну сюда засверливаю, а другую засверливаю противоположно. И это сделает так называемый замок. Уже потом никогда никуда ничего болтаться не будет. Вот так. Опа. Продолжение следует... Так, вот теперь уже лопата сидит намертво, ну и соответственно на века. Осталось к ней сделать вот эту вот ручку. Сейчас мы ее вот так воткнем под углом. Теперь посмотрим сверху. Выпрямим ручку. И по отношению к лопате ее выровняем. Будет вот так вот. Все. Чуть-чуть так же подзабьем. Вот так вот. Вот сюда я уже закручу. Два у меня заранее приготовленных самореза. На 9 Ньютонах хватит. С этой стороны второй саморез. Ну что ж, вот наша лопата готова. Вот так вот она у нас выглядит. Сделано надежно. Сделано, как говорится, я не я, если сделаю не на века.